А вы знаете, чем отличается финансовая независимость от финансовой свободы? Я лично думала, что это одно и то же. Оказывается, нет. Финансовая независимость – это капитал, имея который человек полностью покрывает свои месячные расходы и может прожить 10 лет не работая, при этом его уровень жизни не ухудшится. Пример. Твои расходы в месяц составляют 1000 долларов. Умножаем на 12 месяцев и затем на 10 лет. Получаем 120 тысяч долларов. Таким образом, этой суммы тебе будет достаточно, чтобы прожить не работая 10 лет и сохранять прежний уровень жизни. То есть, если твои расходы в месяц 1000 долларов, то ты будешь финансово независимым человеком, имея 120 тысяч долларов. То есть, ты сможешь прожить 10 лет не работая, не ухудшая свой образ жизни. А что же такое финансовая свобода? Финансовая свобода – это доход от капитала. То есть, тут это капитал, а это доход от капитала, имея который человек полностью покрывает свои ежемесячные расходы и при этом его капитал как минимум не уменьшается. Пример. Когда ты инвестируешь те же 120 тысяч под 10% годовых, ты получаешь 12 тысяч в год, то есть необходимую тебе 1000 долларов в месяц. То есть, это уже доход от этой суммы. То есть, ты можешь иметь просто эту сумму и жить 10 лет на эти деньги, и ты будешь считаться финансово независимым человеком. Или же ты можешь эти деньги вложить под 10% годовых, чтобы получать 12 тысяч в год, это 1000 долларов в месяц. И тогда ты будешь считаться уже финансово свободным человеком. Интересный такой нюансик, я этого лично не знала, мне было очень любопытно об этом почитать. Будем стремиться становиться финансово свободными людьми. Ладненько, всем пока. Если видео понравилось, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Я в следующие дни буду записывать еще подобные видео, потому что я собираюсь получить много интересной информации. Всем пока.